Всем доброе утро, дорогие друзья! Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения! Мы с Егоркой едем в город по делам. Позже расскажу, по каким. А пока чисто съездим. Если у нас все получится, все сделаем, то я вам обязательно об этом расскажу. Но пока еще едем, только посмотреть. Ой, как! Да, ребят, сегодня насчет окон звонила. Нам должны приехать, замерять окна. Поэтому скоро будут у нас новые пластиковые окна. Я очень рада. Надо еще брус заказывать. Так, подожди. Что-то мне эта стелька прям мне не нравится. Че гуляешь? Илья гуляет. Ладно, мы идем с Егора на автобус. И скоро вы все увидите и узнаете. Дорогие друзья, мы уже дома с Егоркой. Сейчас расскажу, зачем мы ездили. Все прекрасно знаете, что у нас компьютер уже все. Выжил, видимо, свое. И мы увидали объявление, продавали за 5000, всего за 5000, компьютер. И мы его привезли. Вот серьезно, говорю, мы его привезли. Сейчас я вам его покажу. В целом, он неплохой. Но надо будет доработать его. Видеокарту получше вставить. Вот в целом, он хороший. Мне понравилось то, что... Ну, монитор маленький. Но в целом, сейчас я вам покажу. Так, вот, ребята, он. Вот такой вот он. Ну, он старенький. Такой, но вот... Знаешь, что новое мы все равно купить не сможем. У нас вот такой будет он. Сейчас папа мне его подключит, и мы его испытаем. Что у нас получилось? Пока мы его сюда установили, потому что вообще больше никак. И детям в школе надо будет учиться. Он аж, как, знаете, крек. Все. Поэтому вот будем сейчас на этом компьютере. Вот, в целом. Оперативная память у него, конечно, слабенькая. Но там потом посмотрим, будет возможность, если то доработаем. Ну, а пока будем на нем работать. Тайсон вудк спрятался от жары. Вудке ему хорошо, прохладно. Сегодня там еще и цыпленок вылупился. Тех цыплят мы убрали уже в сарайку. И там еще один новый цыпленок вылупился. Сейчас пойдем посмотрим, потому что Света забежала. Говорит, мама, там еще цыпленк пилс. Но я еще не ходила, не смотрелась. Честно, времени еще не было. И ждем у Владика брата. Он должен прийти посмотреть компьютеры для того, чтобы его подключить к Wi-Fi. Может быть, я на нем даже смогу, ребята, монтажить, учиться. Так, сейчас попробуем Свет включить. И посмотрим. Да, вот он еще даже сырой. Еще даже до конца не вылупился. Видите, ну вот такой вот он. А тут вот вижу еще один вылупляется. Уже почти вылупился. Но еще много. Ладно, не будем его трогать. Пускай вылупляется дальше. Пусть сидит, обсыхает весь. А потом, когда хорошо уже обсохнет, уже на ножках будет стоять. Тогда только я его переселю в другое место. Я, ребята, их после инкубатора сажу вместе с курицей. Ну, мне кажется, так получше будет. Да, многие скажут, что это неправильно. Но вот мы уже не первый год так делаем. И для нас это кажется хорошо. Потому что лампу включать, это энергия тратится. А там курица греет и обучает всему цыпляток. Поэтому, ну вот как раньше наши бабушки, сами курицы высиживали, сами же за ними ухаживали. И нормально было все. И поэтому вот я решила тоже так же делать. Солнышко светит. Я сегодня в одной футболочке. Пытаемся все сами подключить к интернету, компьютер, но у нас ничего не получается. Позвонили у мужа, брату. И ждем, он должен прийти и попробовать подключить. Нам его к курочек выпустили. Курочки гуляют, но Петручу мы убрали. Сарайку закрыли. Сейчас я, кстати, вам схожу в сарайку и покажу цыпляток. Потому что я обещала, но так и не показала. Потому что Петруч у нас не был закрыт. А сегодня муж у меня, Петруча, закрыл отдельно в клетку, чтобы он никому не мешал. Потому что у нас тут маленький мальчик в гости пришел. Не дай бог, Петруч через забор перепрыгнет и поклюет. Ну, кто его знает. Животное все-таки. Ладно, идем смотреть цыпляток. А, он просто в сарайку его закрыл. Тогда я не смогу вам показать. Я думаю, он его в клетку закрыл. Он просто его в сарайку закрыл, получается. Сейчас посмотрим, где наш Петруч. Ага, вон он стоит. Нет, я боюсь его. Нет, там Петруча. Ладно, потом в следующий раз муж вечером пойдем вместе с ним и покажем потом вам. Петруча там уже крылья распотрошился, и я боюсь. А курочки здесь вот с краю копошатся. А знаете, чем хорошо курочки? Они траву выедают ненужную. Они картошку не трогают, а траву выедают. Вот в этом плане хорошо. Топинамбур у меня нынче сильно везде разросся. Траву уходим, выдергиваем постоянно, но травки вроде бы нигде нету, поэтому я очень довольна. И читала комментарии под последним видео. Спасибо вам большое за вашу поддержку. От хороших комментариев у меня и настроение очень хорошее. Так что вот как-то так. Сейчас будем ждать, когда нам привезут окна. Устанавливать все. Ребята, выплаты получила теперь. Ну вот я получила, которые по 10 тысяч на ребенка, а которые от 3 до 7 я их не получила. И результаты буду звонить завтра, узнавать. Сегодня у нас получается первое число. Сегодня у нас выходной. А вот второго буду звонить, узнавать насчет тех выплат, что мне скажут. И если получится, то я буду доделывать пристрой. Но все будет зависеть от выплат. Поэтому вы молитесь там. Делайте просмотры, пожалуйста, чтобы хоть тоже от Ютуба зарплата шла. И это нам была бы хорошая помощь, чтобы нам до зимы успеть доделать наш пристрой. Это бы увеличилась жилплощадь. И отопление, надеюсь, подключить до зимы все на место. Нам на трубы купить, нам на все купить, чтобы поменять. Дома некоторые трубы текут. И вот муж бы потихоньку бы... Главное финансы, видите. От этого все мы бы смогли сделать. Если вы поможете нам своими просмотрами, я буду очень вам благодарна. И мы сможем тогда сделать хоть какой-то маломальский ремонт. Я ничего от вас не прошу. Я прошу только от вас просмотры. И если можно, лайк поставьте, пожалуйста. Обязательно вам, с вас комментарий. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Ну, а я пойду дальше своими делами заниматься. Ребят, все, компьютер подключили к интернету. Что, Игор быстрее идет? Да? Ну, вот Игорка уже играет на нем. В интернете играет. Какую-то игру. Испытываем, короче, компьютер. Да, Игор? Ну, а в целом. Ты довольный, что теперь два? Да. Теперь один свободен, да? Другой всегда будет занят играми, по ходу дела. Ну, ладно. Вот такая вот у детей еще одна игрушка появилась. Всем добрый день. Ребятки вышли гулять на улицу. Я уже развесила белье. Папину рабочую одежду постирала тоже. Он другую одел. А эту бросила, постирала у него. А то он все в одной ходит. И у девчонок постирала там одежду. В целом, в целом вот такие вот у нас дела. Ребятки гуляют. А я пойду посмотрю, что как у нас цыплятки. Многие спрашивают, вы цыплят садите потом куда? Я потом сижу, ребята, курочки, вот сегодня еще два вылупились. И вот это вот, видите, яичко скоро вылупится. Сегодня два черненьких вылупились. Так что вот такие вот, ребята, у нас новости. Еще. И почему они так, расстояние идет между вылуплениями, многие спрашивали. Потому что мы подлаживали яйца постепенно. Да, Биби катаешь, да? Молодец, сыночка. Аккуратно, аккуратно, не упади. Аккуратно, сынуля. Мотоцикл. Ой, Катя, уже все чумазые. Ребят, многие пишут, вот у вас дети во дворе чумазые бегают. Это свой двор. Это надо полагать, они на улице. А вы что, в детстве не бегали чумазые? Я даже на такие комментарии не обижаюсь уже, верите, нет. Мне надоело объяснять, что это свой двор. Это нормально то, что умоются, ничего страшного. В бане вечером помоются, и все будет хорошо. Зато в своем дворе я спокойна, что они у меня никуда не убегут. Ваня, командир. Видите, как играет хорошо. Девочки дома уборки наводят. Мы ждем, к нам должны приехать. Женщина за крысятками. Посмотреть крысяток выбрать себе хотят. Нас хорошенькие. Меня вот знаете, что только расстраивает, то, что скини у меня не выживают. У меня было три скини, а остался один. Двое уже погибли, к сожалению. Видать, слабенькие. Они потому что маленькие какие-то, слабенькие. Но вот один еще хорошенький бегает, крепенький, веселый такой, с каком. Вот один, наверное, выживет. Поэтому я скини не продавала. Многие писали, продайте вы всех. Отдайте. Зачем вам? Но я не отдавала, потому что не продавала, потому что я знаю, что это первый раз у меня скини, и не факт, что они выживут. Вот так вот и получается. Да, машинка у тебя. Колесики потерял? А зачем сломал? Ой, вот теперь и ой. Зачем ломаешь машинки? Упадешь. Бух! Да, мне говорят, с ним разговаривают, как со взрослым. Ребят, ему два года. Что вы от него хотите? Ему два годика. Он еще маленький. И прям хотят, чтобы все уже. Он маленький еще. Ему только два годика. А вы прям уж с него хотите. Беда много всего. Что там? Еще колесико сломалось. Покажи нам. Вот, сломал. Да, колесико. Ну, ничего. Марина нельзя смородину обрывать. Зачем ее обрываешь? Пускай растет. Потом на зиму листочки соберем. Будет чай смородиновый. И будет вкусный чай. Ты же любишь вкусный чай? А, ну вот Тима забыл. Видишь как? Прибери, потом завтра Тиме отдадим. На летнюю кухню там на стол положи. Тимочка вчера забыл. Да. Многие спрашивают, куда вам эта мебель? Куда вы ее будете расставлять? Ну, вот, не знаю. Я, по идее, думала, если все нормально будет, может быть, нынче все-таки получится мне пристроить, достроить. И я ее в пристрой соберу, и будет там она стоять у меня. Поэтому вот как-то так. Да, Ваня? А, Ванюшка? Окна должны послезавтра прийти замерять. Как бы все уже. Ребят, не переживайте. Выплаты мы все получили, которые по 10 тысяч. От 3 до 7 только еще не получали. Потому что не знаю почему, но их нету почему-то этих выплат. Все еще буду звонить, узнавать, одобрили, не одобрили. И когда, что будут выплаты. Что? Ну, все, не лезь там, Марин. Да. Муж на работе делает брус для того, чтобы под окнами поменять. Доски делает. На работе с начальником поговорил. И начальник разрешил ему на работе сделать. И вот они будут здесь под окнами все менять. Окна мы все сразу поменяем. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо. И по мере возможности. Насколько хватит денег у нас. Но в первую очередь я окна меняю, ребят. Чтоб мне хватило на все 5 окон. На пристрой тоже окно мы будем туда заказывать. И будем тоже делать. Поэтому вот как-то так. А там уже будем решать. Бух упадешь? Упадешь. Цветочки, да? Смотри какие цветочки. Смотри, как они распускаются. Сорвать нельзя, Ванечка, их. Вон, смотри, какой цветочек красивый. Мама. Да, мамины цветочки. Мама, а ты едешь? Ой, Марина едет. Молодец. Умница. Катайся. Этот велик мы когда-то еще Егорке покупали. Егорке уже 14 лет. Там ручка сзади приделывалась. И его можно было возить. Когда-то еще брали. И все еще этот велик у нас работает. Видите? Только весь облупился. Надо покрасить. Мы в том году его немножко подкрашивали. Вот она начинала опять подкрашивать. И хочу потом сходить купить краску. Вот здесь вот рама, да что покрасить. Вот эти вот, которые... Ну вот, на веранде. С улицы вот это вот все прокрасить. Все хорошенько. И вот это вот тоже буду покрасить, чтобы оно не портилось. Но это после того, как муж подделает все. Вот здесь вот все это я обкрашу. Все сделал. Видите? Полку старую из комнаты выкинули уже. Муж на доске ее на дрова сделает. Поэтому вот как-то так, ребята, у нас. Насчет паласов нам пишут. Уже месяц висят. Не стирайте, ребята. У нас еще холодно. Если я их сейчас постираю, они закиснут. Из-за того, что они не успеют высохнуть. У нас очень холодно. Да, вообще на улице здесь. А вы говорите, у нас сегодня ветер холодный. Ваня что-то не хочет кофту одевать с девчонками. Ваня, пойдем кофточку оденем? Ну, ты в футболочке. Я вижу, что ты в футболочке. И штаны, ребята, это у него не грязные. Это они такие ляпистые. А то потом напишут, что грязные. Это ляпистый такой рисунок. Как камуфляжка на подобии. Да, Ваня? Ладно, пускай гуляет. Мариночка туда. Где Мариночка? Ну-ка иди, беги до Мариночки. А, повязала. Вот такие вот у нас, ребятки, дела. Вы просили больше детей показывать. Я показываю. Да, я понимаю, что это не очень интересно. Ну, а детки бегают, играют. Пусть играют, пускай у них игры будут. А мама сама справится со старшими девочками. А они пускай гуляют. Да, ладно. Вот так вот у нас. Вот такие вот у нас дела. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Самое главное, берегите, ребята, свое здоровье. Сейчас это самое главное. Всем-всем-всем добрый день. Мариночка, иди на меня в семене. Хорошо. Я, ребята, сегодня уже съездила в город. Марин, подожди, пожалуйста. Хорошо? Все, спасибо. Съездила в город нам на заплатить за стройматериал, который нам делают. Поэтому сняла наличные, чтобы заплатить. И кое-какие покупки сделала. Сейчас покажу в целом, что купила. Так, первое покажу вот это. Вот, купила я стрижку для стрижки машинку. Я взяла ее не для нас. Я взяла ее для собаки, так как у него машинка сгорела. Для стрижки взяла самую дешевую, 600 рублей. Вот такая вот сейчас Света поставит, ее заряжает. Дальше купила картошку супик. Хочу сварить, может, поедят детки. А то ничего путем есть не хотят. Я потом помидорки взяла, 2 булки белого, 2 литра молока, огурчики. Здесь взяла финики. У меня Егор просил давно финики. Вот, купила финики. Немножко так взяла. И яйцо 30 штук взяла, чтобы цыплятам отварить. Вот такие вот в целом у меня покупочки. Сегодня будет Света заниматься собакой. Она сейчас зарядит машинку. И на канал Жизнь с домашними животными. Потом мы все это постараемся, может быть, заснять. Но не обещаю, что постараемся. В целом, как-то вот так вот у нас все происходит. Уставшие, как эти. И начинать буду потихоньку освобождать кухню. Все потихоньку выносить отсюда. Не знаю, буду снимать на камеру или нет. Потому что времени нет. Надо все это освобождать. Надо всю квартиру освобождать, чтобы делать, начинать ремонт. Через пару дней нас придут замерять окна. Будет супер вообще. Так что вот так вот. А, ребят, многие спрашивали, как у меня букет поживает. Меня спрашивали. Вот, ребят, смотрите, как я его обрезала, убрала все. Вот такой вот он красивый у меня. Спасибо большое за букет. И многие на эти комментарии писали, как это так заряжено, но она слабенькая, наверное. Как это так вам муж не дарил, но это масло, чтобы смазывать. Как это так муж вам не дарил цветы? Но он знает, что я люблю больше в горшке цветы. Да и он всегда говорил, хочешь, купи сама. Он деньги дает. Хочешь, говорит, иди бери сама. Но я просто в целях экономии никогда не беру. Поэтому вот так вот, ребята. Но это мой первый букет был. Подаренный именно, подаренный первый букет. Все это ставят машинку. Заряжаться. Только убери пока зарядника, да, я покажу, какая она. Вот такая вот, ребята, она там. Маленькая, компактная насадочка делается. Ну, она вверх-вниз двигается, насадка. Ну, в целом вот такая вот. Так что сегодня... Будешь снимать на канал уже с домашними животными? Еще пока не знает. Ну, ладно, там решим. Потом все равно вам результат покажем, какая у нас масса стала. Так что, как-то так. Так, ребята, я пошла в магазин. Мне надо купить колбаску, надо купить крабовые палочки. Хотим сделать крабовый салат. Ребята путем ничего не едят, поэтому сделаем салатику. Сейчас пойду докуплю. И скотч надо купить. Дома скотч закончился. Девочки, что там хотят делать? Скотч нужен. Ладно. Ребят, сбегала опять в магазин. Сейчас будем готовить салат со светиком плюс гарниры. Яички поставили варить уже для цыпляток наших. Многие спрашивали, чем кормлю цыплят. Мы варим яйцо, плюс варим пшено. И у нас комбикорм для маленьких цыплят. Вот так вот я кормлю их. Ну, все по-разному кормят. Там смотрите уже сами. Ладно, сейчас разделюсь, покажу, что купила. Так, решила сегодня вот так вот покажем, что купила. Дальше. Первое, что купила, это крабовые палочки. Вот такие взяла. Две упаковочки по 100 грамм. И взяла крабовое мясо по 200 грамм упаковочка. Две штучки тоже. Все пускай размораживается. Это мы сейчас салат сделаем. Также взяла солененьких огурчиков на развес, на салат. Купила колбаску. Не было папы, может. Поэтому взяла какая-то особая докторская стародворья. Ну, посмотрим, что по вкусу. Мы такую не брали, но она как бы свежий привоз. Поэтому я всегда смотрю, чтобы самый свежий привоз был. В кармане у меня скотч принеси. Потом взяла батарейки вот для этого аппарата. Мне написали, Настя, попробуй вставить другие батарейки. Сейчас мы со Светиком попробуем вставить. Свет, открути мыльные пузыри и попробуем вставить. Там две должно быть. Мыльные пузыри-то открути. Потом взяла вот такие вот два скотча. Нам надо кое-что сделать. Потом мыльный пузыри открути. Так, вот такие вот. А там она висит. Это пока оставь здесь. Иди там делай. Вон, сюда уберу. Так, дальше взяла сыр. Сыр богатов Гауда называется. Два кусочка взяла. Ребятишкам с хлебушком поедят. Купила майонез. Также взяла две туалетные бумаги. И капронки. Первые капронки за все лето. Взяла, потому что мне некоторые, знаете, подписчики пишут. Ты почему никогда не одеваешь платье? У меня нет капронок. Вот серьезно говорю. У меня и платьев-то таких нет. Я не покупаю себе платье. Поэтому вот такие вот целые покупки. Сейчас в целом будем что готовить. Гарнир, наверное, приготовим. С котлетками, ребятки, хотят. И салат. Или суп сварим. Ну, там посмотрим. Потом покажем. Сейчас решим сначала, что мы будем делать. И мы вам обязательно покажем. Катер. Продолжение следует...